В среду, 7 декабря, стало известно о покушении на жизнь Николая Волыка, заместителя главы администрации Мелитополя Запорожской области. Накануне рано утром чиновник вышел из подъезда дома, где он проживает, и в этот момент прогремел взрыв. По данным РИА Новости, ссылающегося на члена Главного совета региональной администрации Владимира Рогова, по счастливому стечению обстоятельств, в результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что при покушении было использовано самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность составляла около 2,5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Напомним, что украинские диверсанты предпринимают регулярные попытки совершить теракты в Мелитополе. Так, недавно сотрудники ФСБ России задержали трех злоумышленников, планировавших устроить взрыв на одном из городских рынков. Как сообщалось ранее, преступники действовали по заданию Службы безопасности Украины. Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. Смотрим ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Телеграм ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Телеграм. Дзен и Телеграм. Дзен и Телеграм. Дзен и Телеграм. Продолжение следует...